Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ольга Николаевна Кобецкая, руководитель театрального центра Жаворонки и Ярослав Костин, режиссер, руководитель театрального фестиваля «Зумах крыла». Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте, Ольга Николаевна. С наступившими вас праздниками, вашу огромную семью дружную театральную. Ольга Николаевна, 2020 год ворвался буквально. Вы, мне кажется, даже не отдыхали. Просто нон-стоп у вас 19-й сменился на 20-й. Это совершенно так, потому что все-таки мы живем театральными сезонами, а не годами. И наш театральный сезон начался в конце августа, а закончится он в конце июня. Поэтому Новый год всегда – это самая-самая работа интересная, результативная, ну и та, которая приносит радость. Поэтому я с удовольствием хочу тоже всех поздравить с прошедшими праздниками, поздравить с наступающим крещением, пожелать всем по возможности искупаться в холодном проруби, ну и, может быть, снег все-таки пойдет и будет мороз. Ольга Николаевна, с большим успехом, как обычно, прошла и премия кинодебютов «Магия кино», и, конечно же, театральный фестиваль «Взмах крыла». И более того, в этом году, в 2019-м, в прошедшем году, конечно же, «Магия кино» просто вот она прям прогремела. Мне кажется, так масштабно еще не проходил ни один фестиваль вот именно этой серии. Мне кажется, что просто качество фестиваля любого, оно просто нарастает с каждым годом, потому что интереснее становятся работы. Это касается любого совершенно фестиваля. Проходит какой-то естественный отсев, то есть люди, которые не слишком готовы, люди, которые предоставляют работы не слишком хорошие, они постепенно уходят в никуда. Просто поразила глубина именно работ. И просто так очень много видеороликов социальной направленности, фильмов очень глубоких, философских, и поражает, конечно, возраст участников. Потому что, казалось бы, там даже подростки есть среди победителей, которые, ну, в общем-то, уже задумываются о таких серьезных вещах. Это, с одной стороны, удивительно, а с другой стороны, это даже радостно. Но вообще я хочу сказать, что это же тоже не просто так произошло. Это произошло благодаря тому, что на протяжении нескольких лет мы популяризировали эту тему. И не просто популяризировали, а благодаря поддержке Андрея Робертовича Иванова, благодаря поддержке наших депутатов, да, спонсоров. Особенное внимание уделялось всегда вот этой социальной направленности. То есть всегда, даже если работа еще не совсем хороша, да, вся целиком, вот это вот рационально интересное зерно социальной направленности, всегда отмечалось дипломом или каким-то подарком, какие-то особые слова говорились, да. И, конечно, люди поняли, что это важно и захотели эту тему, в общем-то, поднимать. Ну, а там, когда углубляешься в эту тему, там непочатый край работы. И меня, конечно, в этом году очень порадовала наша киностудия «Жаворонок», потому что в этом году, вот, благодаря, кстати, театральной работе Ярослава Костина, он сделал спектакль, достаточно интересный, с подростками. А в этом спектакле была нужда, скажем так, поработать с видеооператором. И вначале идет такая видеозаставка. В результате киностудия совместно с театром создали такой вот проект, такого телефильма, кусочка, который, по сути дела, начинает спектакль, который сделал Ярослав. И там у нас играют наши подростки. То есть подростки играют в свою подростковую жизнь, в свои проблемы, проблемы отцов и детей, как обычно, проблемы вот эти социальные. И получилось здорово, правда. В номинации «Салют победе» мы взяли премию, получили гран-при 25 тысяч рублей. Для нас это здорово абсолютно. Ребята купили вторую камеру, и вчера радостно носились с ней, значит, снимали все, что попало. Я думаю, что можно ждать новых, хороших, замечательных работ. А то, что касается театрального фестиваля «Взмах крыла», в этом году тоже, ну, своего рода был прорыв, Ярослав. Очень появилось много новых, интересных, молодых режиссеров, постановок. Наш формат фестиваля, точнее форума, он очень уникален в своем роде, потому что у нас с каждым новым сезоном происходит определенная смена участников. У нас есть уже закоренелые участники, которые участвуют не первый год. Бьются, да, все-таки бьются, отстаивают звание лучше. Мы уже знаем их чти, они знают, что нам показать, но, тем не менее, каждый раз они пытаются нас удивить новой постановкой. И как это происходит, какой-то некий естественный отбор, что какие-то участники в итоге отваливаются, может быть, даже сами прекращают свой творческий путь, но появляются новые имена, яркие и, самое главное, молодые, и просто прорываются на сцену, и мы начинаем поражаться именно их силе, воле и творчеству. Можно сказать, выделить, что вот нынешний сезон, который у нас начался, и уже в марте будет его завершение финала, этот сезон однозначно он популярен именно моноспектаклями. У нас в этом сезоне прогремело три моноспектакля, достаточно сильных, а само по себе явление, когда один человек держит все в публику, находясь на сцене, это очень-очень интересно. Ну и это очень сложно. Должна быть просто безупречная актерская игра, в первую очередь. Конечно, конечно, поэтому нас это порадовало. Но я вот тоже приоткрою завесу, потому что сейчас вот этот вот фестивальный круг, он движется к концу, да, и уже будет эта вот конечная неделя, еще даже Ярослав об этом не знает, вот, но у нас появилась одна из последних заявок, которую мы очень, надеемся, тоже удивит и поразит, это студенты ГИТИСа, которые хотят нам оперу привести на социальную тему. Вот посмотрим, что из этого получится. Оперы у нас еще не было среди молодежных коллективов, но тем не менее, то есть все время какие-то формы. Вообще вот фестиваль, наше вот это вот движение фестивальное, оно тема хорошо, что оно дает возможность посмотреть разных режиссеров, разные режиссерские подходы, разные явления, будем так говорить, разные амплуа какие-то и вообще, ну, разную тематику. У нас есть, например, наши постоянные зрители, которые ходят, причем это вот, скажем, совсем немолодые люди, и на начальном этапе они сами удивлялись. Им казалось, что они любят только классику, да, вот, ну, как бы. А вдруг разделился этот лагерь, и оказалось, что люди любят не только классику, что люди любят и арт-хаус, да, и сюрреализм, и шоу-программы, да, и они сами для себя открыли. Потому что, оказывается, важен не столько жанр, сколько мастерство этой подачи. Вот, кстати говоря, в эту субботу, кто еще не успел у нас побывать, мастерская Валентина Васильевича Теплякова, Институт театрального искусства имени Кобзона дает премьеру режиссеру Василиса Теплякова. Очень интересно, в пять часов, в общем, всех приглашаем. Кто не успел, тут опоздал. Ребята, это уникальные вещи, которые вы просто не увидите нигде, кроме театра и на центре «Жаворонки». Если говорить о фестивале «Наш дебют», который будет проводиться во второй раз, и в прошлом году он, в общем-то, снискал достаточно на большой отклик. Кстати, это вообще очень интересное такое начинание. Мы с Ярославом в прошлом году сидели, думали, как бы нам привлечь подрастающее поколение. Потому что, ну, известная такая вещь, да, что люди взрослеют все, и вот наши даже студийцы, которые вчера еще были совершенно детьми, мы их там все дети, 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 они уже не дети, да, они уже вышли в другую категорию подростковую. И мы поняли, что нам нужно растить не только своего зрителя, но нужно растить и своего участника. Для того, чтобы участники интересные, качественные, хорошие появлялись у нас во взмахе крыла, нам нужно дать площадку и возможность попробовать себя детям. Отсюда и родилось вот это вот название «Наш дебют», да, то есть это вот дебют у такой начальной, у малышей. Ну и возможность действительно детям, выступив вот в таком формате, в достаточно серьезном, получить право и возможность лауреатам выступить на взрослом фестивале «Взмах крыла». В прошлом году у нас лауреаты наши открывали фестивальную неделю, молодежную «Взмах крыла», вот открывали у нас команду «Телемилитриам», детский театр, который показывал детскую работу. Я думаю, что на них это очень престижно. А пройдет сейчас там, не знаю, сколько там, 4-5 лет, и эти же дети, вот они к нам придут, смею надеяться, уже в сам «Взмах крыла». Завершен уже прием заявок. Кто в этом году претендует на звание? Ну вот у нас Ярослав занимался непосредственно работой, он технический координатор этого фестиваля, этого конкурса, поэтому ему слово вот по поводу географии и кто у нас будет в этом году. Как в свое время, во время проведения «Взмаха крыла» у нас был нонсенс, у нас была заявка из Латвии, в этом году в нашем конкурсе фестивальном «Наш дебют» заявился коллектив из Рязани. Они заявили сразу три спектакля и готовы к нам приехать и участвовать. Я думаю, несомненно, это дало резонанс, что наш главный приз, который мы гарантируем победителю, обладателю гран-при нашего дебюта, это участие в форуме «Взмах крыла». Определенно. У нас есть две номинации творческие, это «Чтецы» и «Театральная номинация». В плане «Театральной номинации» могу сказать, что в этом году произошел интересный рост номинации. Во-первых, участников стало меньше. По одной простой причине, когда я делал звон участников, мне говорили, что, к сожалению, не успели сделать ничего нового за год, а привозить старое вам не хотим. То есть это показывает то, что мы даем некий толчок к развитию, потому что для меня было удивлением, когда я узнал, сколько есть много театральных студий у нас в Одинцовском городском округе, которые нигде не были заявлены, потому что могли показываться только на своих площадках, в школе, где-нибудь в гимназии, в маленьком ДК. А тут у них было развитие, они могут показать себя, проявить себя. И вот это уже определенная ступень уже, что они готовят новые спектакли. И проблема была в том, что, например, коллектив «Больших везем» говорит, что, к сожалению, у нас премьера будет чуть позже, в середине февраля. Мы не можем вам ее привезти, сейчас сырой материал. Ну, люди хотят показывать качество. Да, да, но я хочу сказать, что вот в этом году на наш дебют обратил внимание комитет по делам молодежи, культуре и спорту. И нам это очень отрадно. Они теперь стали нашими, одними из учредителей этого фестиваля, этого движения. И мы очень рады этой поддержке, потому что это, ну, тоже определенный статус и возможность, может быть, ребятам поучаствовать со своими тоже выпускными работами в детском творческом фестивале «Серебряный олень», да, который уже существует 20 лет, да, вот он был юбилейный. Вот, мы очень надеемся, что на открытии у нас будет Ирина Евгеньевна Ватрунина, да, и скажет какие-то добрые слова ребятам. Ну, и, конечно, призы и подарки будут не только от театрального центра «Жаворонки», но будет и от комитета по культуре Одинцовского округа. Вот, а еще, приоткрывая завесу, хочу сказать, что мы награждать наших победителей будем на финальной неделе «Взмах крова». Когда стартует финальная неделя, когда зрители смогут полностью погрузиться в мир театра? Финальная неделя у нас стартует, сейчас пока вот еще первый день, мы не понимаем, то ли 7-го, то ли 8-го марта. Это такой подарок женщинам, да, значит, мы хотим сделать. И в этом году неделя будет большой. Она будет… Сколько будет примерно спектаклей в день? Пока трудно сказать, нам, может быть, спектаклей не будет больше, чем всегда, потому что все-таки мы выбираем десятку лучших спектаклей, может быть, их будет 12 в этом году. Но, во-первых, мы хотим предоставить возможность нашему дебюту выступить. И вот сколько будет достойных лауреатов, 1, 2, 3, 4, мы предоставим возможность выступить каждому. Потому что завершится неделя 14 марта, то есть с 7 по 14, понимаем, да, 14 марта в волейбольном центре. То есть мы будем делать большое, как обычно, помпезное такое закрытие. И награждать будем не только молодежь, но и наших детей. А дети еще и смогут выступить. И в этом году мы, конечно, планируем очень много пообщаться с коллективами, то есть делать много мастер-классов. Когда мы это проводили в рамках 4 дней, играли 10 спектаклей, между спектаклями очень сложно сделать какие-то игровые программы. А сейчас мы это будем делать 7 дней. И очень хотим какие-то дни сделать чисто для участников форума. То есть чтобы можно было провести игры театральные, мастер-классы, потусоваться, сделать какие-то капустнические номера совместные, чтобы действительно все плотнее и плотнее было вот это содружество талантов. И не только талантов, но и содружество двух поколений. То есть более младшего поколения, которые из нашего дебюта придут самые лучшие. И тех людей, которые действительно уже, можно сказать, профи. Потому что все, кто выходит в десятку лидирующую, это классные, хорошие спектакли замечательные. Где можно получить информацию, как можно попасть на эти спектакли, свободный ли вход для зрителей? Спектакли взмаха крыла платные. Плата очень символическая. Все есть на нашем сайте okteatr.ru и в наших группах ВКонтакте. Но я хочу обратить особое внимание, что деньги, заработанные на билетах, идут как раз на развитие этого фестиваля. То есть это идет с бюджета этого фестиваля. А участники фестиваля приезжают к нам совершенно бесплатно. То есть они без взносов каких-либо работают. Мы предоставляем эту возможность благодаря тому, что зарабатываем деньги на вот этих билетах. Небольшие хотя бы на какие-то призовые фонды. Ну а на детский наш дебют, конечно, вход бесплатный. Поэтому в течение всего дня, 24 и 25 января, это пятница и суббота, мы приглашаем посмотреть расписание и приходить на все спектакли, на все работы. Единственное, нужно обязательно забронировать билеты, потому что, как правило, на все мероприятия наши аншлаги. И для того, чтобы оказаться с местом, нужно позвонить администратору и заказать билеты или забронировать их на сайте. Такая услуга тоже у нас есть. Ну и, конечно же, финал фестиваля «Взмах крыла», который пройдет в волейбольном центре 14 марта, безусловно, наверное, вход будет свободный. Приглашаете вы всех. Да, конечно, да. И жителей, и гостей округа. Здесь уже мы приглашаем всех, весь округ приглашаем. Естественно, приглашаем всех гостей, приглашаем все города, которые будут представлены на самом «Взмахе крыла». Вот очень надеемся, что это будет достойное, интересное шоу. И, конечно, приглашаем, скажем, людей от 10 лет, наверное, будет интересно это. И старше всех, кто безумно любит театр. Потому что люди, которые театр любят, получат явное эстетическое удовольствие. 2019 год был годом театра. Дал ли он толчок к развитию? И что подарил непосредственно вам, вашему коллективу? Ярослав. 2019 год. У нас каждый год сложнее предыдущего, потому что планка все время поднимается и поднимается. Уровень растет, нужно определять новые вершины. Мы, как обычно, делаем большой рывок в плане количества спектаклей сыгранных. У нас произошла в 2019 году некая смена коллектива. У нас, можно сказать, обновился состав нашей основной труппы в 50%. И поэтому приходилось делать очень много вводов в репертуарные спектакли. Поэтому, можно сказать, если этот год чем-то изначился крупным, то определенно вот этими вводами на новые спектакли. Также у нас было несколько ярких премьер, которым заполнились зрителям и нам тоже, как артистам. Это, безусловно, 12 блока. Это в свое время черновая работа выпускалась у нас в 2018 году. Но официально уже доделанная вышла именно в 2019-м. Мы ее представили зрителям как раз в День народного единства. С любимыми не расставайтесь. Спектакль очень крупный. Очень много у нас связано с ним личных воспоминаний. Потому что все это очень крупно переживаем внутри себя. Потому что тематика все-таки Великой Отечественной войны, она очень тяжелая. И тематика любви во время войны, она еще тяжелее. И для нас это очень тяжело давалось. Но мы каждый раз выходим со слезами на глазах и слышим аплодисменты. И мы очень рады. Ольга Николаевна, для вас? Да, ну, для меня, конечно, это огромное количество творческих побед. Во-первых, в 2019 году, в завершении года, мы сыграли, как обычно, много детских спектаклей. И у нас в этом году был осуществлен проект сумасшедший в моем плане для нагрузки артистов. То есть я всегда затеваю. Потом думаю, боже, не умерли они там. Но они не умерли. Они живы. Они живы и живее всех живых. Это был проект трехсерийный Новый год. Такого нет нигде, кроме Одинцовского округа и кроме театрального центра Жаворонки. Значит, Михаил Ильин написал три сказки. Да, значит, детские. «Ларец с чудесами», «Волшебное зеркало» и «Сердце земли». Мы их играли в разные годы, были премьеры. И в этом году мы собрали их воедино. Потому что это путешествие Вовы и Маши по сказочной стране. Только в «Ларце с чудесами» это совсем маленькие дети, Вова и Маша. Потом они становятся постарше в «Волшебном зеркале». И когда они отправляются уже в космические путешествия в «Сердце земли», они уже становятся подростками. И у них даже намечаются какие-то первые симпатии, первое какое-то чувство. И вот эти наши герои, это наши дети театральные, которые росли вместе с театром. Да, значит, уже в качестве подростка в «Сердце земли» у нас играл Саша Раевский и Ясь Коваль. Саша Раевский пришел к нам шестилетним, сейчас ему 15. Вот он всю свою жизнь, как говорит Саша, действительно сознательно, он в театре. И вот он как бы прошел все эти сказки, вырос и дорос вот до этой последней. Мы эти сказки показали с огромным успехом. По три спектакля в день мы давали, в том числе и в Звенигороде, в центре Любови Орловой. Вот, публика детская, взрослая была в полном восторге, я считаю, что это победа. Во-первых, сказки Михаила Ильина удивительные, потому что каждая сказка не просто погружает в сказочный мир, она учит, она учит детей, в чем восторг родителей был, да, что это учит бережную отношению к книге, к добру, к взаимопомощи, да, значит, к отношению к земле своей, и когда у нас сердце земли, вот, дети искали и спасали нашу землю от разных катаклизмов, чтобы она не погибла, потому что сердце было похищено. Это все очень важно. И зал воспринимает это стрепетом. Я считаю, что это была определенная победа. Это было очень сложно, даже просто перемонтаж декораций, да, с одного спектакля на другой, и перестройку, но ребята сделали это просто на ура. Конечно, этот год был знаменателен премьерами, о которых сказал Ярослав, причем я хочу сказать, что на премьере «12» был у нас Егор Кончевовский, и он, конечно, был поражен. Он сказал, что это круто, и что он попал в мир действительно настоящего театра, да, что это совершенно не любительский театр, что это очень интересно, но в такой какой-то новой совершенно манере он у нас появился. Конечно, это с любимыми не расставайтесь, но вообще тема Великой Отечественной войны для нас трепетная, мы ее любим, мы всегда просим, говорим, ребята, ну, нас задействуйте в округе максимально, как и сейчас опять просим, в связи с 75-летием Победы мы хотим и агитбригаду играть, и плясать, и петь, и играть наши спектакли военные, мы это очень любим. Ну, и традиционно эстафету, Солю Победу, вы поддерживаете, и без вас, мне кажется, уже не проходит ни один выезд. Да, мы очень надеемся, что в этом году тоже нас возьмут с собой, обратят на нас внимание, будем готовить севастопольскую программу, потому что Севастополь – город, в котором мы уже были, мы туда возили на гастроли, как только Крым стал наш, мы туда, прямо в первый же год, мы туда на гастроли съездили и привезли два спектакля – Федота Стрельца и Театр Моя Жизнь. Сыграли там их с успехом, с удовольствием поедем в этот чудесный белый, белоснежный город, и будем рады очень опять общаться с нашими ветеранами, которых становится все меньше, с детьми войны, ну и, конечно, с лидером этой группы, Татьяна Викторовна Одинцова, которая всегда впереди, всегда в форме, всегда на коне, ну и это все, конечно, мы очень рады, потому что таких проектов нет нигде, кроме Одинцовского округа, и здорово, что Андрей Робертович это поддерживает, и что он выделяет на это средства из бюджета, может быть, где-то там бюджет не всегда возможно изыскать, но на такие вещи значимые всегда этот бюджет находится. Будем делать новые сказки, будем ждать Нового года, в следующем уже будем готовить новые спектакли, ну и еще я хочу сказать, что в конце этого года, традиционно, как уже было в прошлом году, появятся новые спектакли от нашей студии. У нас есть дети, театральную студию ведет Катерина Фокс с Павлом Тепляковым, и они в двух возрастных группах опять с малышами и с чуть более взрослыми ребятами будут делать спектаклики такие, ну, отчетные. Но в прошлом году это были очень такие интересные работы, вот, и их можно тоже назвать премьерами. Эта студия помогает нам вырастить вот таких вот предварительно артистов, которых мы уже забираем к себе. Ну и будем надеяться, что все-таки младшие трупы у нас тоже покажут свою премьеру в конце года. Вот мы работаем сейчас над спектаклем «Баранкин». Вот мы еще не знаем, как это, это условное название, мы не знаем, как это будет называться пока, потому что это по книжке «Баранкин будь человеком», а пьеска такая своеобразная, такой фееричный капустник на тему, как дети представляют своих учителей. Я думаю, что это должно получиться интересно. Спасибо, что были с нами. Желаем вам, чтобы в 2020 году, как Ярослав тоже сказал, планка поднялась еще на одну ступень выше, и вы удивили в первую очередь не только себя, но и, конечно же, вашего любимого зрителя. А мы подарим вам бурные аплодисменты. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Всего доброго. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...